Многие подводные охотники на большей территории части России скучают зимой, потому что большинство водоемов покрыто льдом, и нырять негде. Конечно, можно поехать в Египет или куда-нибудь еще, где всегда прозрачная и теплая вода, но это совсем другая тема. Поскольку осенний сезон был сорван сбросом воды в Астраханской области, о чем я рассказывал в одной из предыдущих статей, решили попытаться реабилитироваться зимой, когда водоемы уже были покрыты 30-сантиметровым слоем льда. Не буду рассказывать о том, что нырять под лед вообще говоря очень опасно. Более того, чисто психологически тяжело, поскольку ты ощущаешься в замкнутом пространстве, но все-таки решили рискнуть. А чтобы риск был более-менее обоснованным, решили пройтись по местам, где глубина была до 3,5 метров. Надо отметить, что уровень воды в реке на данный момент был выше нормы на 1,5 метра, так что мест подходящих нам было не так много. В прошлые годы по осени в них был сазан, который вставал там на зимовку. К сожалению, из-за сильного течения в русле реки еще часть мест вышла из списка, потому как вода давит с такой силой, что если привязать обычный гаечный ключ на 19-мм леске, на дно он не ляжет, и его прижимают ко льду течением. А нырять в лунку при таком течении – это уже самоубийство. Поэтому выбирали тихие заводи с коряжником. Но везде было пусто, признаков наличия рыбы на местах зимовки не было. Проверили еще пару мест, ситуация была везде, примерно одинаковая. Уже на обратном пути решили заехать на глубокую зимовальную яму. На данный момент глубина там составляла 8,5 метров, и просто пустили камеру на дно. Но и до дни ямы было пусто. Уже позже у местных жителей выяснили, что рыбы на ямах нет. И из-за уровня воды и сильного течения рыба гуляет по руслу реки. Ну что ж, как ни крути, а первое подлёдное крещение было пройдено. И опыт зимней подводной охоты был получен. Будем ждать весны в надежде, что лёд сойдет до того, как вода потеряет свою прозрачность. Рачист.